Девушки отдыхают Пойду знакомиться с участниками Откуда приехали? Год Павлодар Что за номер будете показывать? Мы инструменталисты, у нас коллектив ансамбля Играем на все одноразные инструменты А ты, бро? Да, я танцую Ты красавчик Спасибо Как зовут? Меня зовут Джимми Джимми? О, Джимми, Джимми А че? Ай, казахстан-кара-думалагон Шандус, смотри, родной Молодцы, живцы Дай садарма Хубал жук тарсадарма Ребята, привет, 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 привет Халайсенда? Да, что? Че, ховал жук тарсандарма? Волнуетесь? Да Да? Можете видеться Манраж Что можешь сегодня показывать? Что такая ты солнечная такая? Жар храб тарсандарма Айдай, айдай мисс Кунди Охсамайм басхага Охсамайм басхага Охсамайм басхага А, охсамайм басхага Молодец Молодец Фишкалармарма Есть какие-нибудь фишки? Покажи, пожалуйста Ох Хлай, хлай, хлай Молодец А вы что будете показывать сегодня? Из китайц О, Джимми Можете киев бригал, хуссырес За жизнью Ербулата Жанабылова Следят 7 миллионов подписчиков в Инстаграм Он не понаслышке знает Как важно уметь завоевывать внимание аудитории Стоит отметить, что участие в шоу В качестве члена жюри Для него стало приятной неожиданностью Я был в шоке Мне, конечно, очень нравится это шоу И я как бы давно слежу Когда мне предложили Мне очень понравилось И я не ожидал, что я буду сидеть в жюри Оценивать участников Для меня все равны Просто кто-то, может быть, не до конца свой номер показывает Либо некоторым надо оттачивать Ну, да, Серик строгий Потому что он более опытный Он знает все практически Ситора 50-50, 50 на 50 Где-то может строго, потому что Тоже разбирается и позитивно Я всегда оцениваю на позитиве Даже бывало моменты Извиняюсь, я скажу не Такой случай тоже было Ну, меня тоже Мои коллеги учат Ты не извиняйся, говори Как она есть Участники шоу находятся под прицелом камер постоянно Уже на этом этапе Они понимают Насколько непроста Жизнь артиста Томительное ожидание Волнение перед выступлением Такое испытание Под силу не каждому У меня есть вообще-то нитка Ну, не знаю, как это будет Может, мазом что-нибудь Чем-чем? Мазом может Ну, давайте попробуем У меня нет Какой-то краска Ну, белая краска Что-то Давай Посмотрите, с кем ты наступает Я супруга выступаю Она ассистирует меня Она А, ассистентка, да? Да, ассистентка Жена ассистентка На концертах Кто зовут? Таня На концертах выступаем Там Ну, везде выступаем Но Только в Астане или по Казахстану Или в Россию тоже выезжаете, да? Ну, да В Китае тоже были Но вот прям в телешоу, конечно, впервые Такое-то, что Что поэтому Перед всей страной Мы волнуюсь немножко Перед всей страной Вот, представляете Не перед всей страной Тебя уедет Вся центральная Азия Пять страны Представляешь? Еще больше года не появилось Поздравляю Удачи тогда Тебе тоже, да? Показать свой талант на шоу Решили две подруги из Кыргызстана Амина Сапарбаева И Бермет Уразбаева К своему выходу на сцену Девочки готовились вместе Ты волнуешься? Ты не надо Я очень волнуюсь Почему? Боюсь, что очень плавно спою Здравствуйте Меня зовут Сапарбаева Амина Мне 13 лет Я яркий представитель Талантливой молодежи Из Кыргызстана Я пою Пою, могу сказать Во всех жанрах Я могу петь Как и роковую песню Так и поп В стиле Я могу сказать Что Дарпеннир Мне передалось от моего папы Он музыкант И он отвел меня в музыкальную школу Где я проучилась 5 лет По специальности вокал Мне было 3 годика К нам домой пришли гости И бабушка берет меня Сидит на стуче и говорит Пой Я спела Это было мое первое выступление Перед моими родственниками Да, я веду Инстаграм, ТикТок Я записываю каверы Выкладываю посты Моя мечта это Собирать стадион На свои сольные концерты Записывать свои авторские песни Чтобы люди получали мотивацию Чтобы двигаться дальше Идти к своей цели Я обычно слушаю музыку в поп-стиле Но сегодня я подготовила роковую песню Так как я думаю Артист должен быть пси-ядным И должен петь Как и роковые песни Так и других жанров Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сможет ли ее подруга Бермету Разбаева выступить так же хорошо? Удастся ли ей перебороть свое волнение и достойно показать свой талант? Узнаем в основных выпусках шоу. Удастся ли ей перебороть свое волнение и достойно показать свой талант? Серьезно, не бросайте его, находите его в себе, приходите к нам и покажите его. Берете любой телефон игрушку, точнее, убираете в конверт и плотно запечатываете под ваши аплодисменты. Мы превращаемся в работников почты. Так, первый готов. Он чуть не разбил твой телефон, ты бы это не простил. Ну, он бы, конечно, мы бы по гарантии все починили. Ну, более. Ну, Серик. Вы порадовались, что не пошли, да, на сцену? Нет, я бы пошла. Я бы пошла, я бы дала колечко. Но он бы не разбил все равно. Знаешь, вот что мне в нем понравилось? Этот иллюзионист смог меня удивить, и я поверила в его иллюзию. Меня, кстати, честно, с честно, удивил этот человек. Я с наитяжелейшим сердцем сказала «да». А в жизни он такой же интересный? Или просто образ был? Я думаю, что он все время, даже когда выходит тот момент, как он выходит во внешний мир, он превращается в свое альтер-эго, в Айю. А как мы его узнаем в жизни? Никак. Все. Загадочный участник под псевдонимом О-Ю запомнился судьям и зрителям своим оригинальным образом. Привет, меня зовут Ою. Я из Казахстана. Мне 22 года, и я пою. Почему я решил такой образ сделать? Потому что я устал от прошлого себя, от прошлых своих неудач. Я хочу начать все с чистого листа, как будто я переродился и стал новым. У меня очень долго карьера не складывалась, очень много неудач. Сколько бы я ни пытался, сколько бы я ни усердствовал, где бы я ни участвовал, где бы я ни был, у меня никогда ничего не получилось. Поэтому я решил сменить образ. В одну ночь ко мне пришла идея, в голову пришла мысль, почему бы не сделать так. Все можно сделать здесь и сейчас. И я сразу придумал все себе. И сделал. Лучше бы молчал, да? Я в этой программе участвую с целью для Ою. Этот проект будет дебют. Ою увидят не только Казахстан, а все страны Центральной Азии. Пять стран. Это будет большой шаг к цели музыкальной индустрии. Вот как творческий человек, я бы хотела посоветовать всем участникам, вот нужно на сцене выступать так, как будто ты выступаешь в последний раз. Вот все, конец, это твой последний день, последний день выступления. Больше ты на сцену не выйдешь. Выложиться вот на все сто, до последней капли сил. Смогут ли воспользоваться советом Ситоры Формоновой участники из Кыргызстана? Камаке, не волнуйся. Давай. Да не делай так. Как вы спросите, почему Маха, что это значит? Что мы скажем? Третье поколение. Третье поколение, типа. Не поколение, да? Что мы скажем? Не знаю. Ну, симпровизировать ты можешь. Мы с третьим поколением о нашем. Ты же симпровизировать можешь? Ну вот. Всем привет. Мы фольклорный ансамбль «Учмунах». Мы представляем Кыргызстан. Мой ответ, ребят, да. Потому что я обожаю данную музыку. У вас три «да», одно «нет». Я вам желаю удачи. Вы проходите в следующий тур. Команда из Кыргызстана «Учмунах» волновалась особенно, так как на выступление ребята приехали без своего наставника Азима Шаршибаева. Но настроение изменилось, как только он вышел с ними на связь. Девочки, мальчики, всем я вам поздравляю. И знаете, что мы близко-далеки. Словно сердце, душа с вами. На пирса, кеньке, дурга, вместе пойдем. Еще сильнее будем. Пырса. Не болейте. Не болейте. Погрешайтесь. Хорошим настроением. Жду вас. Позади шесть выпусков кастинга. Сотни номеров отсмотрено. Впереди еще много ярких участников, которые ждут своего звездного часа. На сегодняшний день обладателями золотых кнопок стали Театр чудес из Казахстана. Театр чудес из Казахстана. Полный ладок. Вы что плачете? Почему? От радости. Три, четыре. Позади. 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 Спасибо молодцы. Удачи. Удачи. Идем. Я до сих пор не верю в то, что мы это видели. Да. Что мы видели такой крутой номер. Самый взрослый участник – 14-летний ребенок. Это все показали дети? Да. Молодцы. Показали серьезную физическую нагрузку, показали очень серьезную организованность, которой могут позавидовать даже многие взрослые артисты. и при этом они, конечно, ужасно светлые такие, очень крутые. Нурай Назарова из Азербайджана также получила золотую кнопку и абсолютную любовь членов жюри. Я вспомнила себя, я как будто бы со стороны посмотрела на себя в эти восемь лет. У меня не было такой возможности восемь лет станцевать на сцене. Такой возможности, как у нее было сегодня. И почему бы нет? И как я хотела, господи, чтобы Серик воспользовался этой кнопочкой, но его опередила ведущая. Я была так рада. Я прямо аж крикнула. Ура! Все. Ну, Рай теперь в полуфинале. И теперь она в ряду тех, кто будет сражаться за главный приз. Ты большая молодец! Мухаммаджон Холов из Таджикистана своим эмоциональным выступлением довел судей до слез. Получив от Ербулата Жанабылова золотую кнопку, он обеспечил себе проход в полуфинал проекта. Воскресенье Мухаммаджон Ходилова золотую кнопку Примонистые клубы Примонистые клубы Своим талантом и обаянием они проложили себе дорогу в полуфинал проекта Я голос буду беречь Я звезда Однозначно, такого рода шоу всегда меняет жизни участников Во-первых, это полный и первый для них экспириенс для того, чтобы вообще выезд в другую страну, это раз Во-вторых, это выход и выступление на большой сцене это два, а третье это их невозможность проявить себя и проявить себя не только перед нами а перед всем миром Central Asia God Talent это показано только своего таланта это показано духовного мира, своего я индивидуализма как говорят, personality и это я думаю, что здесь не только оценивается как талант оценивается талант человека но оценивается его становление к этому таланту как, через что он прошел чтобы стать именно этим талантливым человеком самая сложная миссия жюри это сказать да и нет и вот это вот нет для меня было самым сложным индивидуально каждый хороший то есть мне понравились все абсолютно вы знаете были в моей жизни определенные конкурсы, где были нет но для меня как для конкурсата молодого в тот момент это было очень большой мотивацией потому что я критику восприняла благоприятно для себя я ее восприняла и начала работать над собой вот это если они то есть каждый участник на самом деле будет воспринимать эту критику как вам сказать с хорошей стороны и будет смотреть на с хорошей призмы на нее то я считаю, что он добьется обязательно большого успеха в своей жизни хочется быть и справедливым и правильным и притом не обидеть участника потому что вы знаете тот человек, который на сцене он уже творческий развитый человек он уже творческая натура а творческая натура она очень ранимая и любое слово ну любое слово оно может просто ранить человека до полной потери этого творческого духа надо так человеку конкурсанту участнику сказать чтобы он не обиделся и ушел даже если проигравший ушел со стим-шоу с большим багажом воспоминаний красивых я говорю вам нет 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 к сожалению не ко всем удача благосклонна кто-то уедет домой услышав нет но как показывает практика поработав над собой можно попробовать свои силы в следующем сезоне мы нажали 4 кнопки по правилам в нашем шоу это останавливает ваше выступление я могу сказать одну вещь я уверен что вы прекрасная медсестра но над танцами особенно восточными и я вижу что вам это нравится но прям необходимо еще поработать если вы хотите быть не только медсестрой тимурлан у вас два нет два да вы к сожалению не проходите в следующий тур но вы молодец продолжайте работать я думаю что ваш звездный час впереди покоряйте кто спасибо таким был шестой дневник шоу Центральная Азия ищет таланты в котором мы собрали для вас самые яркие моменты откровенные истории и первые шаги на пути к славе и заветной мечте участников шоу впереди два выпуска кастингов и долгожданные полуфиналы проекта смотрите все выступления на площадке айтюб а также в эфирах рейтинговых телеканалов всех стран-участниц это НТК и Туркестан ТВ в Казахстане телеканал Софина в Таджикистане КТРК и КТРК музыка в Кыргызстане телеканал Севимли в Узбекистане и Хазар ТВ в Азербайджане КТРК Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА